здравствуйте дорогие друзья я валентина букеева приветствую вас своей мастерской изящного рукоделия флёрдор лапка bsr с регулятором тишка что это такое часто задаваемый вопрос от вас как пользоваться этой лапкой я бы так сказала точнее друзья мои изначально я свою машину купила увидев как работает лапка bsr выглядит она достаточно обычно то есть вообще в целом это обычная пружинная лапка и вот этот датчик сзади и сенсор внизу лапки дает возможность при стежке чтобы все стежки были одинаковые я долго училась стежки и чтобы достичь ровного регулярного стежка не потребовался минимум год когда я стала обучать девочек и увидела что у них получился ровный стежок сразу вот прям сразу я даже расплакалась потому что подумала надо же сколько лет но сколько времени прошло ну конечно недаром но я так мне не получалось я чувствовала себя очень они уверена и конечно познакомившись с лапкой bsr я поняла что это находка особенно для новичков что такое лапка bsr вот так она выглядит видите здесь такое окошечко это сенсор сенсор благодаря которому а лапка чувствует движение вашей движение ваших рук и выстраивает стежок таким образом чтобы он все время был равномерным то есть если вы выставите например расстояние стежка 2 миллиметра значит 2 миллиметра и будет если вы ставите 3 миллиметра на 4 миллиметра и будет 10 такой проводок и вы устанавливаете а в целом это обычная пружинная лапка то есть если вы отключаете лапку bsr то есть bsr функцию то это обычная пружинная лапка я часто пользуюсь ей bsr когда мне нужно и когда мне ну не нужно я просто отключаю эту функцию у меня вот спокойно я вот пользуюсь пружинная лапка то есть это открытая хорошая очень удобная еще и плюс пружинная лапка то есть два в одном как только вы установили машина вам показывает что вам нужно опустить зубчики у меня же они опущены вот видите я попала пустила зубчики когда у вас вот этот квадратик bsr подсвечен темным это значит что у вас подключена функция bsr видите и лампочка горит зеленым если вы нажмете на этот квадратик и он станет белым это знаете что функция bsr отключена очень легко отключается и подключается но мы сейчас я сейчас вам покажу а как работает bsr здесь тоже есть первый режим и второй здесь есть звук если вы хотите чтобы машина пищала каждый раз когда вы превышаете скорость потому что когда вы превышаете скорость а регулятор стежка уже не работает у вас могут быть вытянутые петли поэтому важно конечно же плавно водить руками для того чтобы у вас была равномерная скорость движения рук я отключила потому что ну пусть не чтобы она не пищала так а сейчас у меня выставлено первое темненьким подсвечена значит это говорит о том что у сейчас выставлена первая функция лапки bsr 265 это расстояние стежка то есть я поставила побольше 265 что я делаю вытягиваю конечно же ниточку нижнюю на лицо я уже простегала это у меня заготовочка для кошелька я хочу делать такой еще ободок я хочу сделать ободок вокруг вот вот этой вот светотени которые я создала вы можете либо от педали работать либо от кнопки это неважно как вам удобно я вам покажу от педали и от кнопки сейчас я буду от педали когда вы подключаете то есть вы нажимаете на педаль у вас там подсвечивается красным это говорит о том что функция bsr включена скорость у нас не болит несмотря на то что на моей машине установлена самая большая скорость но лапка bsr она как бы немножечко притормаживает поэтому вы с ней не разгоните вот поэтому ставьте скорость на максимум хотя это по моему не имеет особого значения и тягайте а функция номер один работает от движения ваших рук то есть эти смотрите во-первых конечно равномерный стежочек очень красивый потому что у меня сейчас была равномерная скорость у меня было равномерное движение рук и я хотела бы еще раз показать что плавное движение и дало нам конечно во первых очень красивый стежок и во вторых нету вот знаете иногда бывает вытянутые стежки это когда вы рывками вы например плавно 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 ведете потом раз рывками чуть-чуть и вот эти рывки конечно уже функция bsr не срабатывает и у вас получается что у вас получается ну вот эти вытянутые петли поэтому равномерность движения с руками конечно это важная штука но когда вы только начинаете все таки лапка bsr вам очень помогает я стягаю уже почти больше семи лет я могу без лапки bsr то есть у меня уже знаете на каком-то у меня уже на мышечном уровне то есть я уже могу сделать равномерный стежок и все но когда вы только начинаете конечно вам эта лапка очень помогает итак следующее я сначала от педали сшила сейчас я буду от кнопки то есть вы просто нажимаете на кнопку вот видите сразу машина начинает шить вот когда вы хотите отключить вы просто на педаль нажали видите я нажал на педали у меня все отключил машина остановилась потому что мне хочется повернуть мою машину опять я нажимаю на на кнопку и стягаю обратите внимание какая плавное у меня движение рук опять же хочу остановить и нажала на педаль друзья мои от кнопки стягать легче вот мое наблюдение равномернее то есть вы не отвлекаетесь ни на что кстати у машины есть еще коленный рычаг можете его попробовать я не пробовала друзья мои у лапки bsr есть еще функция номер два мы попробовали сейчас функцию номер один когда вы включаете и и активизируете как только вы нажимаете кнопку или на педаль у вас машина сразу начинает шить это очень удобно эта функция для меня прям самое удобное но есть еще функция 2 когда она начинает шить только тогда когда вы водите руками вот смотрите я нажимаю на педаль видите она но вот иголка вниз уже не встает так не нужно обязательно мало того что давить на педаль еще водить руками вот я сейчас вам покажу мне видите она не вот это неравномерной к ней надо приноровиться поэтому функция номер один конечно для меня удобно давайте попробуем от кнопки вот и функция номер два видите у нее вот эти вот вытянутые стежки конечно это более часто распространена более частое явление поэтому мне все-таки функция номер один полюбилась я и пользуюсь если я пользуюсь лапкой bsr пользуюсь функции 1 и так же я хотела сказать что я сейчас достигают до конца на функции 1 конечно же от кнопки потому что лагерный прицел как мне сказали тут у меня если можно даже быстро но от кнопки друзья мои если вы истегаете я остановила потому что я хочу от отрезать вот эти ниточки я отрезаю смело потому что я знаю что я сейчас зайду на них прямо и у меня ничего не распустится вот и что я хотела сказать что если вы посмотрите близко-близко то вы увидите конечно вот эту равномерность да тут тоже не видно равномерность строчки друзья мои если вам нужно нужно сделать заполняющую строчку заполняющую стежку стиплинг кружочки то отключайте bsr потому что у нее bsr она скорость не очень большая и как бы вот эта угловатость будет поэтому лучше всего стиплинг какую-то заполняющую стежку делать без функции bsr вот я ее отключаю просто вы нажимаете на этот квадратик убирайте вот это то есть квадратик у вас становится светлым и ничего больше не меняет то есть у вас сразу автоматически лапка переключилась на функцию пружинная лапка все пружина лапка и все у вас хорошо так что потому что если бы у вас была бы функция bsr у вас не было бы такой скорости а нам для хорошего скругления заполняющей стежки вот эта скорость она нам прям нужно она нам сильно нужна поэтому друзья мои резюмирую лапка bsr очень подходит для тех кто только начинает потому что у вас будет ровный стежок потому что вы отрепетируете вот это плавное движение рук потому что ну вы сразу получите хороший результат вам не нужно ждать год для дополняющей стежки я рекомендую отключать лапку bsr просто потому что ну дополняющая стежка получается лучше бедно ее хотя пробуйте я знаю что мои ученицы и на лапке bsr тоже красиво стегают тоже очень безупречный стежок получать так что друзья мои делитесь в комментариях у кого что получается у кого как получается кстати по моему даже в ю тубе уже можно прикреплять фотографии прикрепляйте свои фотографии ставьте лайки подписывайтесь я вам очень очень рада спасибо вам большое и до скорых встреч 10 0 10 10 angles